Приветствую вас уважаемые дамы и господа, на связи я Алексей, команда Юниор Продакшн. Если вдруг играя в No Rest for the Wicked, вы вдруг внезапно задумались о том, как же все-таки мне приобрести дом. А тут на самом деле это не имеет особой проблемы, по причине того, что здесь у нас есть на выбор несколько домов, каждый из которых я вам покажу. А для того, чтобы собственно купить эти дома, нужно пройти полную цепочку квестов по убийству Фальстетодорака. Это как раз таки тот самый чувак с огромным мечом, который размахивает своим дрыном и вам нужно будет убить его в канализации, после того, как вы найдете ключ и освободите пленника. Как раз таки вот здесь будет сидеть этот самый челик, вот здесь вот вы с ним поговорите, он вам скажет, что найди мне типа ключ для того, чтобы я освободился и показал тебе дорогу. Теперь надо немножечко вспомнить, где у нас лежал этот ключ, если мне не изменяет память, вот он находился вот здесь. Давайте мы вернемся с вами обратно и посмотрим примерно это место. Там будет лежать один стражник, который собственно мается головой после опьянения и у этого самого стражника вы как раз таки найдете этот самый ключ. Да, вот он здесь вот валяется и подойдя к нему вы просто украдете у него ключ и уже пойдете дальше по миссии. И после того, как вы выполнили собственно все эти миссии, вам дадут возможность покупки этих самых домов. А чтобы его купить, вам нужно подойти как раз таки к этому самому домику. Здесь у нас он обозначен вот такой вот табличкой и на карте он обозначен вот так вот дом. На карте их есть несколько типов, вот здесь, здесь, вот сейчас вот где-то вот здесь, вот здесь, да. Вот, и вы можете их совершенно спокойно купить. Каждый из них отличается стоимостью и конечно же планировкой самого помещения и собственно его удобством использования. Если вы купили дом и он вам внезапно не понравился, то вы можете подойти также к этой табличке, нажать кнопку продать и вся стоимость этого дома вам вернется обратно на кошелек. Если же вы купили дом, в нем уже что-то поставили, допустим там сундук и в него что-то положили и вы понимаете, что вам вдруг внезапно нужно большое количество денег для того, чтобы делать что-то, что вы хотите сделать, то вы продаете этот дом и все то, что находится внутри него сохраняется. И после того, как вы снова подойдете к этому дому, вы можете его заново купить. Ограничения по количеству купленных домов здесь нет. Я купил все дома для того, чтобы просто вам их показать. Какой именно из этих домов выбрать вам, ну уже решать чисто вам. Но одно вам скажу, то что в последнем обновлении, которое я также делал видео, добавили вот этот дом на кладбище с прекрасным, как говорится, видом. И он стоит всего лишь 8 серебра и это как бы дом для самых, скажем так, обедных игроков, потому что начальные дома они стоили крайне дорого. По-моему, если мне изменяет память 40 и 45 серебра, сейчас они стоят 35 и 30 серебра. А набрать здесь деньги довольно проблематично. Если вы, конечно же, не чистите полностью испытание Церима, то денег у вас здесь, мягко скажем так, маловато. Но, но, если вы начинаете играть, то после того, как вы убиваете первого босса и попадаете вот сюда, после того, как вы попадаете в город, то здесь вы как раз таки получаете себе небольшое помещение, в котором стоит сундук и есть печь, в которой вы можете приготовить еду. И до момента, пока вы не купите свой первый дом, вы как раз таки будете пользоваться этим сундуком, потому что вам нужно будет куда-то постоянно складывать свои вещи, а у вас их будет довольно много, особенно различных ресурсов. Складывайте сюда это все в сундук и пользуйтесь, пока не купите себе дом. Поэтому, как только у вас появится 8 серебра, я все же вам посоветовал бы купить дом, но перед тем, как купить дом, вам нужно получить еще немного серебра, хотя бы еще серебра 10 для того, чтобы купить сундуки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще в игре у нас есть два торговца которые отвечают за как раз таки оборудование всех вот этих вот домов. Первое это у нас Данос, который при покупке у него различных вещей вы можете их установить у себя дома. Тут я могу сказать еще одно дополнение. Если вы устанавливаете ту же самую допустим дубильную стойку, прялку, лесопилку и кузнечный горн, это все вам нужно ставить только в том случае если вы пользуетесь как раз таки крафтом и в большом объеме. Потому что кузнечный горный опять же вот эти все четыре вот эти вот вещи они крафтят, переделывают точнее вещи допустим руду в слитки, кожу в обработанную кожу, бревна в доски и нитки в специальные заплатки. Ровно в два раза дольше чем если бы вы это делали просто у обычного торговца, если вы конечно же у Даноса его уже прокачали. Для того чтобы оборудовать ваше жилище для этого вам понадобятся сундуки и вам понадобятся шкафы. Всего их две категории, есть как раз таки для расходки и для всего остального. До этого мы подходим к нашему человеку который занимается древесиной у Итакера и у него нажимаем купить и покупаем у него сундуки. Их три типа, есть малый сундук, есть средний сундук, малый на 20, средний на 30 и есть еще большой на 40. Какими именно сундуками оборудовать ваш дом это уже сугубо лично ваше дело. Однако я лично выставляю именно средние сундуки, потому что вот этот сундук резной очень большой. Он занимает очень большое количество места, примерно как два средних сундука. Но в тот же самый момент один средний сундук это примерно как 3-4 малых сундука. То есть по факту вы можете вместо одного вот этого резного сундука, вы можете поставить как раз таки 4 малых сундука, а 4 это уже 80, а там всего лишь 40. Но опять же тут вопрос основное удобство. Если вам нравится именно раскидывать вещи прям по сундучкам, там оружие туда, расходку туда, это туда, то как бы пользуйтесь малыми и средними. Если же вам без разницы куда закладывать свои вещи, то можете спокойно все укладывать в резные сундуки. Теперь по поводу вот этих шкафов. Малый шкаф, средний шкаф и большой шкаф. Их два типа, они абсолютно одинаковые. То есть есть роскошные, есть вот такие вот обычные, скажем так. Они подешевле ровно в два раза, но функционал у них абсолютно одинаковый. Если вам просто хочется покрасивше, то можете такие поставить. Но опять же говорю, они абсолютно одинаковые. Собственно, эти малые шкафы требуются чисто только для того, чтобы туда положить расходку. Небесные искры, бомбы, гранаты, колбы и так далее кладутся только в обычные сундуки. Здесь у нас выкладывается только то, что сейчас вы видите на экране. Периодически, если вы будете прокачивать также своих пацанов, точнее торговцев, то у торговца, который у нас продает различную расходку, если быть точнее гриннич, то у него мы можем также купить свиток крафта кровати. Оно находится у нас в разделе декор, и это все вы можете также закрафтить. Так что, если вдруг внезапно у кого-то вопрос был, нахрена нужен колотый уголь и соляной бетон с гранитом, то, знаете, вы можете сделать себе дымоход. И на этом, собственно, все. А вот, если у вас появится вот такая вот омолаживающая кровать-странник, то мы по нему видим, что дает спящему значительное улучшение здоровья, выносливость и концентрации. В общем, как это работает? Эта кровать у нас стоит также вот как раз-таки у этой женщины, под названием Каролина, когда мы прокачиваем таверну. В тот момент, когда вы ложитесь в кровать спать, в течение четырех часов реального времени у вас будет висеть баф, который повышает вам выносливость, как раз-таки концентрацию и количество хп. Но это все работает ровно того момента, пока вы, как говорится, не откинете копыты. Ну или время, собственно, не закончится. Это полезная вещь, только в том случае, если, опять же, у вас, а, нету таверны, б, вы выходите из игры, ложитесь в кроватку и получаете, собственно, все эти бафы. Я категорически советую сразу, как только вы получите возможность покупать себе дом, обязательно покупайте себе дом, обустраивайте его так, как вам удобно. Я же застраиваю чисто с сундуками, всяческую, крафт столы и все такое, я могу совершенно спокойно использовать у торговцев. А если вам нужен, допустим, именно вы много крафтите руды, то можете поставить себе горны или то, что вам, в принципе, нужно. Ну а на этом, наши дорогие друзья, все, всем огромное спасибо, кто посмотрел данное видео, не забывайте подписываться на канал, заходить в наш дискорд канал, ну и, конечно же, писать ваши комментарии, так что всем удачи, пока, до новых встреч.